добрый вечер уважаемые друзья добрый вечер коллеги как меня слышно видно если слышно видно меня хорошо поставьте пожалуйста плюсики в нашем чате вот заранее вам за это благодарен сегодня у нас вебинар он достаточно простой вот больше с точки зрения наверно обучения потому что речь на вебинаре у нас должна сегодня с вами идти непосредственно по личному кабинету компании skyway капитал и я сразу хочу задать вопрос людей у нас немного скажите если те которые в кабинете в личном не ориентируется вообще возможно возможно вы первый раз на этом вебинаре возможно вы скажем так только сейчас зарегистрировались не стесняйтесь пожалуйста потому что если есть такие люди которые совсем не ориентируются это как бы одна сторона вопроса да вот если вы все скажем так уже видели какие страницы у вас трудности не возникает можем построить просто вебинар по направлению следующему вопросы ответы вот ну помедленнее вы имеете ввиду говорить не медленно растягивать слова да и прочее это понимаю что нет тех кто скажем так совсем не ориентируется в личном кабинете да вот а если среди вас те кто строит партнерскую структуру например на зарабатывать деньги если есть такие поставьте цифру 1 в чате вот и знаете ли вы все инструменты где у нас что находится вот как смотреть статистику по личному кабинет я кстати с удовольствием бы от вас услышал предложение да как построить вебинар то есть на чем сделать больше акцент это было бы наиболее наверно просто интересно потому что можно опять говорить загали обо всем да и это займет порядка часа времени и возможно вы очередной раз прослушать информацию и не знаю ни что не отразится да а возможно говорить целенаправленно то есть касаемо где там что находится как что найти и так далее так далее это немножко другая сторона может она даже более эффективно да когда может говорить будем не обо всем личном кабинете о конкретных вещах вот и вы сможете увидеть в то чего например не видели вчера будут какие-то от вас предложения коллеги не стесняйтесь то есть умеете печатать на компьютере напишите если нет то я скажем так на свое усмотрение тогда начну двигаться вот сделаю акцент на том что я считаю важным да но не факт что это будет важно для вас минуту жду кстати а если те сейчас комнате кто едут на мероприятие в минск 23-24 числа если такие есть единичку тоже поставьте международную конференцию которая у нас будет 23-24 числа возможно есть те кто не знает что у нас будет конференция если есть те кто не знает что конференция будет проходить поставьте цифру 2 чтобы я понимал это очень важное мероприятие которое у нас состоится ближайшие буквально сколько получается 10 дней до уже скажем так следующую пятницу получается огромное количество наших инвесторов с разного скажем с разных концов не только снг а земного шара устремятся в сторону города минска будут инвесторы больше тридцати стран точно будет проходить двудневные мероприятия вот людмила написала можно сделать обзор кабинета обзор кабинета на нас тема так и звучит кстати а в курсе ли вы что у нас есть видеоканал по компании skyway капитал на котором выкладываются записи всех вебинаров вот кто не знал поставьте цифру 3 хорошо василий я обращу внимание по поводу нового партнера который зарегистрировался по вашей реферальной ссылке решат поставил цифру 3 тогда давайте сделаем следующим образом да принципе эта информация думаю будет полезно я вам сейчас даю здесь в нашем чате вебинара ссылочку на видеоканал на котором есть плейлисты то есть там плейлисты даже по конкретным лекторам по конкретным спикером то есть у сибирякова сухадоем свой плейлист ирины волковы на танжи на свой плет поезда о скажем так те вебинары которые провожу я у меня отдельный плейлист у владимира масло свой то есть там пять или шесть плейлистов тех кто у нас сегодня проводит вебинары есть плейлист григорий мирошниченко там немного он старается вебинары почему-то не записывать но тем не менее парочку вебинаров и там найдете есть плейлист отдельно александром инкор то есть там где выкладываются его семейные встречи если он записывает и вебинары которым посвящает технологии по понедельникам 13 в 20 по москве кстати появился плейлист на венгерском и словацком языке тоже очень важно на французском языке что-то нас вчера вечером состоялся вебинар на французском языке то есть эта ссылка вы себе можете и просто в закладке даже в браузере в своем внести и выходить на это по этой ссылке находить информацию по вебинарам которые состоялись хорошо коллеги давайте тогда начнем следующим образом на чем я сделал акцент да вот я задал вопрос чтобы вам было интересно и василий написал как проверить если уже новый партнер подписавшийся по моей ссылке и так далее я сейчас запущу программу которая позволяет делиться мне экраном наверно отключу видео чтобы она вас не отвлекала поставьте пожалуйста плюсики я камеру отключил видно слышно меня если слышно просто плюс поставьте так так коллеги я сейчас нажму поделиться экраном нажал нажать начать трансляцию и в принципе у нас должна идти трансляция моего рабочего стола если такое есть поставьте цифру раз единичку а я перехожу на страницу личного кабинета как друзья мы находимся на главной странице личного кабинета партнера компании skyway капитал то есть это когда вы заходите в личный кабинет вводите свой логин пароль до у вас загружается главная страница вот та что сейчас у вас отображается и на этой странице есть скажем так целый ряд окон целый ряд панели до которые отражают определенный объем информации ну что на что следует обратить внимание если вы зарегистрировались если вы погружали фотографии то на серо-желтой панели вверху который идет на весь экран до написано логотип компании skyway капитал номер по которому вы можете позвонить к нам сюда в москву мы переехали буквально с понедельника мы работаем на новом месте недалеко от метро павелецкая улица щепок дробь 22 точнее дом 22 дробь 1 здесь есть кнопочка позвонить сайта любой сегодняшний сегодня партнер любой зарегистрированной любой стране мира находящийся где угодно имеющий свой личный кабинет может зайти на эту страницу нажать позвонить сайта у него открывается окошко где нужно разрешить доступ к микрофону да и после этого когда вы дадите разрешение будет осуществлен звонок в отдел информационной поддержки и у скажем так рабочего времени отдела с 10 утра до 19 вечера здесь также есть у нас уже фактически полноценная англоязычная версия личного кабинета вы можете нажать на ем да и у вас будет отражена информация на английском языке можно перейти потом обратно на русский кстати что то я не вижу что у меня идет трансляция рабочего стола коллеги поставьте пожалуйста цифру 1 если трансляция идет то что вот я сейчас был в личном кабинете потому что раньше у меня была рамка сейчас мне выставил информацию что мой бренд мауру заблокировал некоторые возможности данной программы есть да хорошо спасибо вам большое за обратную связь итак коллеги далее здесь есть рядом с фотографией ваши фамилии имя если вы регистрировались по своей фамилии да вы может конечно можно зарегистрироваться по такому псевдониму но я думать делать нелогично потому что если планируете покупать акции да нужно будет подкреплять свою фамилию и имя документом договору который вы будете подписывать после покупки пакетов акций поэтому не надо играться дело серьезно вы имеете дело с деньгами вы имеете дело скажем к с ценами и бумагами в итоге так справа есть вкладочка треугольничек который мы можем нажать у нас высвечивается раздел профиля документов и основные вопросы около 10 как двух вопросов на которую сразу можно получить ответ точно также раздел профиля нас открывается слева видите у нас AAA инструмента слева есть профиль и точно также персональный данные документы сейчас пока мы с вами остановимся на главной странице то есть такая информация у вас здесь видна Первая панель. Состояние ваших счетов. Если человек только зарегистрировался, у него все счета, основной, акционный, премиальный и бонусный, будут стоять нули. Здесь будет справа в панельке стоять фамилия, имя, квалификация. Если вы не подписали агентского соглашения, не стали партнером, то там будет стоять клиент. Если вы уже делали какие-то действия, у вас есть какая-то структура и прочее, у вас будет стоять квалификация на сегодняшний день, выполненная по маркетинг-плану нашей компании. И проценты, да, соотношение того, сколько вам осталось проделать работы для того, чтобы достичь следующего уровня квалификации. Далее, внизу еще есть слева вращающаяся панель. Это информация о количестве привлеченных лично вами инвесторов первого поколения, которые зарегистрировались по вашей реферальной ссылке. Сразу, кстати, ответ Василию, да. Вот видите, привлечено инвесторов 20. Это те люди, которые зарегистрировались лично по реферальной ссылке. Если у вас будет один зарегистрированный, здесь будет стоять цифра 1. Если будет 2, 5 или 7, соответственно, цифра будет стоять здесь на этой панели, на главной странице. И тут же есть информация о количестве денежных средств, которые, скажем так, пришли в нашу компанию от людей, зарегистрированных под вами в первом поколении. Далее, справа, если вы уже приобретали какие-либо пакеты акций, стоит количество купленных вами акций. Если у вас есть рассрочка, здесь будет написано, сколько акций по рассрочке за вами забронировано. Под каждой вращающейся панелью есть свои кнопки, которые позволяют вам быстро перемещаться на странице, например, пополнение счета, в раздел «Транзакции», это в банкинге, чтобы увидеть, какие денежные средства куда двигались, да, либо поставить деньги на вывод. Но на вывод вы сможете поставить только в том случае, если у вас уже, скажем так, заработаны какие-то деньги на бонусном счете, есть цифра свыше 30 долларов, и вы прописали денежные кошельки, платежная система, на которую вы можете вводить денежные средства. Это у нас, скажем так, их 6 на сегодняшний день. Далее, там, где вашей фамилией написано, что реферальные ссылки партнера находятся в раздел «Инструменты партнера», здесь вы можете сразу перейти в раздел «Статистики», который вот у нас здесь есть, видите, это маркетинг. Там информация по вашей структуре, и здесь вы можете перейти в раздел «Мои сертификаты», либо в раздел «Инвестировать». Дальше раздел «Инвестируют» дублируется вот здесь, и раздел «Новостей». Ниже информация идет, опять же, о том, что круглая диаграмма количества привлеченных денежных средств, количество партнеров в первом поколении. Сколько вам осталось проделать работы до следующего уровня по партнерской программе, либо по маркетинг-плану нашей компании? И здесь уже, кстати, разбито четко, да, не хватает чего? Личных инвестиций, потому что личных инвестиций в первом уровне более 300, соответственно, этого хватает. И привлеченного участника с личной инвестиций более 300, 4, а необходимых всего 2, чтобы дойти до следующей квалификации. И также на главной странице ниже приведены последние 5 движений денежных средств в вашем личном кабинете. Дата, время, на какой счет, какие суммы начислялись, вы видите, да, то есть прибыль по партнерской программе написано. На бонусный, на основной счет. Это главная страница. То есть она достаточно проста, а с другой стороны достаточно информативна. Далее раздел профиля. Давайте мы в него заглянем. То есть профиль это то место, которое вы можете отредактировать после регистрации. Когда человек только регистрируется, у него электронный адрес и телефон в профиле выделены красным цветом. И под ними будет стоять кнопка «Подтвердить». Соответственно, нажимая на кнопку «Подтвердить» под электронным адресом, вы подтверждаете отправку письма, да, то есть «Подтвердить». Вам приходит письмо на электронный адрес, в котором будет указана ссылка, и написано, что если вы регистрируетесь на нашем сайте, вы можете подтвердить регистрацию, пройдя вот по этой ссылке. Нажимая на ссылку, вы попадаете в личный кабинет свой, и видите чудесное преображение, то есть ваш электронный адрес превращается из красного в синий, как вот здесь у меня. То же самое происходит с телефоном, только, скажем так, на ваш телефон приходит смс с кодом, который вам нужно будет ввести, и после этого телефон ваш активируется. Далее, у вас здесь есть поля, которые вы можете оставить ссылки об информировании у вас о реферальных начислениях. Вот те деньги, которые вы видели там на бонусный инновационный счет, то есть приходит смс от компании Skyway Capital на ваш мобильный телефон, что вам начислена такая-то сумма за товарооборот такого-то человека. Далее, помощь от менеджеров компании Skyway Capital по телефону. Оставите галочку, значит, вам будут помогать менеджеры разбираться в информации, помогать, скажем так, где что найти, получить ответы на вопросы, ну и, по сути дела, в дальнейшем получать новости от наших менеджеров, которые вам подробно может рассказать о том, что происходит у нас в последнее время. Далее, данные вашего наставника, который вам дал реферальную ссылку, фамилия, имя, скайп, если он указал у себя в своем профиле, телефон, электронный адрес. То есть, ваша дата регистрации, количество людей, опять же, приглашенных в проект лично вами. Дальше вы можете вписывать здесь свой скайп, второй телефон, свои ссылки на контакт, одноклассники, фейсбук, твиттер, если у вас есть профиль в этих социальных сетях. Можете добавить еще какой-то профиль. Главное, чтобы потом вы нажали кнопку «Сохранить» и изменения были сохранены. И ниже, в анкете пользователя вы можете добавить себе отчество, потому что при регистрации мы его не указываем. И адрес, где вы проживаете, страну, город, дату рождения. И здесь еще можете, скажем так, если не сильно запоминаете номера и серии своего паспорта, вы можете сюда это вписать. Нажать кнопку «Сохранить». Я свой паспорт знаю наизусть, поэтому у меня сложности не возникает. Я сюда его просто написал. Это главная страница, это и профиль. Мы с вами рассмотрели. Дальше. У нас недавно появился раздел внизу личного кабинета, где я просто нажимаю, подводя мышку, вы можете видеть, что сегодня у нас курс доллара к рублю равен 66. Соответственно, все пакеты акций, которые есть у нас, они там прописаны в долларом эквиваленте. Вы можете умножать это на 66 и понимать, сколько в рублях с вас будет считано денег, если вы оплачиваете при помощи тех платежных систем, которые у нас есть. Далее. Информация, помощь. Здесь страница, которая, в принципе, давно не обновлялась. И там просто есть телефон, есть адрес электронной нашей службы поддержки Support Skyway Capital. То есть вы можете обращаться к нам с какими-то вопросами и так далее. Что еще хотелось бы отметить вам? То, что у нас есть инструменты партнера. У нас есть профиль. Мы с вами разобрали. Кстати, в разделе «Профиль» есть еще раздел «Документы». Тоже очень важно, но не так появился давно. Нажав на этот профиль, вы увидите, что здесь огромное количество документов есть, но больше двух десятков. То есть вы можете скачать клиентский договор, ознакомиться с ним, что это такое. Договор инвестиционного консультирования. Договор купли-продажи можете себе скачать, когда мы подписываем, пусть только купили какие-либо пакеты акций. Дальше вы видите независимую экспертизу, буклет финансирования Экотехнопарка и вот эта вот череда документов, которые вы можете себе скачать на компьютер, ознакомиться с ними, используя свои деятельности, если вам это необходимо. Далее, что у нас есть еще? Давайте зайдем в раздел «Статистика». Раз уж там звучал вопрос по поводу того, как и где мне увидеть, что происходит в моей структуре, я думаю, что на первый вопрос я ответил. Когда появляется человек, у вас сразу же отражается информация на главной странице, какое количество инвесторов вам привлечено. Далее, когда вы нажали на кнопку «Статистика», у вас загрузился раздел, где информация идет по вашей партнерской структуре. Сразу хочу сделать акцент. Видите, здесь написано «Актуализировать структуру». Последнее обновление было 6 числа, сегодня 13-го. Соответственно, мы берем, нажимаем «Актуализировать». Вот у нас немножко прогрузится сайт, личный кабинет, и информация изменится, будет актуальной на сегодняшний день. Здесь вы можете посмотреть, какое количество участников в вашей структуре зарегистрировать на сайте, количество денежных средств, которые ваша структура привлекла за все время. В принципе, количество уровней в глубину. То есть вы видите, сколько партнеров, на каком уровне в вашей партнерской структуре. Далее идет круговая диаграмма, с каким квалификациям относятся партнеры, зарегистрированные в вашем первом поколении. То есть 8 партнеров, один консультант и 11 клиентов. Клиент – это человек, который просто зарегистрировался. И количество инвестиций, привлеченное консультантами и клиентами в первом поколении. Дальше идет график. Вот сейчас месяц апреля. Вы видите, пока сервис почти доработан. И внизу есть структура сети. Вы можете настроить фильтры, поставить галочки, чтобы вам высвечивались только те, кто инвестировал, либо те, кто только не инвестировал. В принципе, не ставя галочек. Вы даете добро, программа вам высвечивает всех людей. Если у вас большая структура, если вы там в квалификации мастер, и хотели бы посмотреть, сколько в вашей структуре, например, людей в квалификации консультант. Ставите здесь галочку, да, и перезагружаете, и вам высвечиваются только те люди, которые в квалификации консультант. Опять круговая диаграмма. Такое количество партнеров в вашем первом поколении. И здесь как раз-таки есть информация по каждому человеку, кто у вас зарегистрирован, по вашей реферальной ссылке. Если он один, значит здесь будет один человек. Если у вас их пять, и будет здесь пять в первом поколении, да? Вот пользователи, видите, на уровне написано 15. Если мы нажмем на кнопочку И справа, здесь дана информация по человеку, который зарегистрирован в вашем первом поколении. Его электронный адрес и телефон. Если он сказал бы еще Skype, свой профиль запомнил, здесь был бы еще Skype. Это сделано для удобства, потому что у нас большое количество людей, которые дают информацию своему окружению в интернете, люди регистрируются по этой информации, да? Вот. И порой мы этих людей просто не знаем. Но когда вы получили информацию, телефон, электронный адрес, вы можете выйти на этого человека, найти его в Skype по его электронной почте. Это не стопроцентная гарантия, но высокая гарантия, то есть четыре человека из пяти, как правило, регистрируются по своей основной почте в Skype. И потом уже выйти на этого человека и сказать, давайте я тебе помогу развивать бизнес и так далее. Дальше, если вы кликнете на имя и фамилию человека, если под ним кто-то подписан, да, вот вы видите, здесь один человек, здесь написано столбик, соответственно, вы можете посмотреть информацию по человеку во втором поколении, нажав на кнопочку I. И так до той глубины, которая, скажем так, у вас есть на сегодняшний день. Вот. Ну вот, например, нажмем на этого человека, да? Получается, что сейчас высветятся все люди, которые зарегистрированы у него в первом, это получается второе поколение структуры. И те, под кем есть еще люди, видите, там три человека, один человек. Если мы нажмем, у нас высветится третий уровень. Если у вас этих уровней четыре, у вас будет, возможно, четвертый уровень, посмотреть пятый там и так далее, и так далее. Вот таким вот образом. Это раздел статистики. То есть информации здесь достаточно, было бы ваше желание, скажем так, сотрудничать с теми людьми, которые зарегистрируются в нашем бизнесе по вашей реферальной ссылке. Мы с вами рассмотрели раздел статистики, который демонстрирует все то, что делается в вашей партнерской структуре. То есть вы этих людей можете найти. Далее, раз уж мы затронули тему инструментов, то я вам хочу сказать следующее. Когда человек просто зарегистрировался, для того, чтобы подписать партнерское соглашение, зарабатывать деньги, чтобы доступны были реферальные ссылки, необходимо нажать вот здесь на реферальные ссылки. Если я сейчас нажму, у меня будет все уже так, как есть. А в новом аккаунте здесь появится панель, на которой будет написано, что для того, чтобы данный раздел был доступен, вам необходимо подписать партнерское соглашение. Если вы нажимаете на кнопку «Да, подписать», у вас высвечивается текст этого договора, с которым вы можете ознакомиться, а внизу договора будет кнопка «Принять условия» или «Подписать». Вы нажимаете на эту кнопку, это будет всегда вам для нашей компании, чтобы вы на себя взяли небольшие обязательства, и у вас также будет доступен раздел «Реферальные ссылки». Реферальные ссылки у нас ведут на страницу регистрации в личном кабинете, на форму регистрации сразу в личном кабинете. В первую очередь для тех людей, кто получили информацию от вас, и готовы регистрироваться, вы им просто даете эту ссылку, и человек сразу же заполняет свои данные. После того, как он зарегистрировался, подтвердил там свою почту, телефон, он тут же всплывает в вашей структуре, как ваш реферальный партнер. У нас есть ссылки на главную страницу, на главный сайт и на лейнг инвестора. Это для тех, кто хочет еще что-то почитать, посмотреть, ознакомиться с какой-то информацией. Важно, что к этой ссылке прикреплено ваше ID, то есть если человек вышел на лейнг инвестора, ознакомился с информацией, там нажал «Регистрация», то также будет ваш партнер. Это очень важно. Далее. У нас есть в инструментах план вознаграждения. План вознаграждения – это маркетинг-план, о котором мы, в принципе, даем информацию по вторникам и пятницам. У нас вчера было мероприятие 18 часов по маркетингу. И здесь по каждой квалификации вы можете посмотреть условия выполнения и роста вашей квалификации и продвижения по карьере. С рисунком, с процентами, которые вам будут выплачены, но и с условиями, которые вам нужно выполнить для того, чтобы расти в квалификации. К чему это относится к инструментам? Потому что на каждой странице у нас есть внизу скачать описание маркетинга в формате PDF – это текст, либо скачать презентацию маркетинга. Это те слайды, которые мы показываем на наших вебинарах. То есть вы можете сами скачать себе на компьютер, если вы считаете себя способным нанести информацию по маркетингу, если вы не боитесь, скажем так, общаться с людьми, и у вас возникает необходимость показывать маркетинг, как можно зарабатывать здесь деньги, то вы можете скачать эти слайды и при помощи своего планшета, смартфона, либо компьютера эту информацию давать. Это очень удобно. Специально, скажем так, старались сделать для вас. Максимально, скажем так, просто и удобоваримо. Поэтому используйте данный инструмент. Что вы знаете, да, инструмент, который лежит где-то в тумбочке, он никому не нужен. А если у вас есть какой-то инструмент, благодаря которому вы можете что-то улучшить в своей жизни, и вы знаете, как эти шаги предпринимать, значит, надо только действовать. Для людей, которые у нас хорошо разбираются и легко, как мы говорим, плавают в интернет-бизнесе, в инфобизнесе есть раздел баннеров. Баннер – это такая штука, которая работает вместо вас 24 часа в сутки. Если у вас есть интернет-ресурсы, такие как сайт, ваш личный блог, сайт-одностраничник, на котором можно выставить HTML-код, и там будет стоять этот баннер, вы можете сделать страницу захвата сами, самостоятельно, где разместить можете эти баннеры. Баннеры у нас есть 60 видов, они разного размера. Кликая и выбирая размер, вы видите, появляется картинка цветная, которая меняется. И HTML-код. И вы выбираете, на какой ресурс, после кликания на вашей странице по баннеру, будет переходить человек. Либо ленинг партнеров, либо официальный сайт. Копируете этот HTML-код и вставляете в нужное окошко на своем сайте. У вас появляется там картинка вот этого баннера. И, соответственно, вы спите, а люди, которые заходят к вам на ваш блог, видят эту картинку, могут на нее нажать, перейти на страницу наших ресурсов, ознакомиться с информацией, нажать кнопку регистрации, и таким образом баннер будет, скажем так, вместо вас регистрировать ваших партнеров. Это удобно. Я не могу сказать, что это работает там на всех-всех, кто нажал на этот баннер. Нет. Но какое-то количество людей благодаря данному сервису, благодаря данному инструменту может у вас появиться в структуре. Итак, это инструменты партнера. И к инструментам партнера у нас еще есть раздел новостей. В разделе события, второй сверху, посерединке. Зайдя в раздел новостей, мы можем видеть следующее. То есть у нас, как правило, в последнее время там одна, две, три новости в день, которые размещаются в личном кабинете. Я просто помню то время, когда у нас одна новость появлялась в месяц. И это было для нас большим праздником. Сегодня, по сути дела, отбоя от новостей нет. Каждый день у нас что-то происходит в проекте позитивное. Что важно, вот эту новость, которую вы можете здесь открыть, нажимая на кнопку «Читать далее», у вас открываются полностью новости. Вы можете нажать кнопку ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Одноклассники, Мой мир. То есть в тех социальных сетях, если у вас там есть профили, вы нажимаете ту, которую считаете нужным, и вводите информацию, касаемую краткого описания, что это за новость, нажимаете «Разместить», и данная новость размещается на вашей странице. В какой-то соцсети она идет на стену, в какой-то соцсети вы можете даже размещать эту новость в том же Фейсбуке на страницах своих друзей. Если вам это нужно, пожалуйста, вы можете это использовать. Главное, чтобы друзья не обиделись, что вы им эту информацию бросили. А так, если вы размещаете на своих ресурсах, то в группах, в которых вы есть в этой соцсети, и ваши друзья увидят, что вы что-то разместили. Если вы, скажем так, человек, который определенным авторитетом, скажем так, обладает, его страница посещаема в этих соцсетях, то есть вы людям даете интересную информацию, то эти люди выйдут на вашу страницу, и потом могут ознакомиться с информацией, прочитать, нажать кнопку «Перейти на наши интернет-ресурсы», зарегистрироваться. Это ваши реферальные партнеры, потому что к новостям из раздела «Личного кабинета» прикреплена реферальная ссылка. Тоже очень важно. Дальше. В разделе «События» у нас есть расписание вебинаров. Если раньше наши партнеры получали рассылку раз в неделю, она продолжает, кстати, сейчас уходить по пятницам либо по понедельникам, у вас приходит рассылка с теми вебинарами, которые у нас на неделе есть, то есть на неделю вперед, то в разделе «Личного кабинета» это появилось порядка двух месяцев назад, и теперь у наших партнеров нет оправдания в том, что они говорят, мы не нашли информацию, когда какой вебинар будет, а хотели бы посмотреть. Теперь это вам сказать не получится, потому что у нас в разделе «Расписание вебинаров» есть подробная информация, когда, какого числа, что будет происходить. Вплоть, например, до конца апреля месяца. Тут расписано, что, как и почему. Далее. В разделе «События» есть раздел «Международная конференция», и по сути дела у нас уже сегодня либо завтра закрывается возможность зарегистрироваться на конференцию 23-24 числа. Здесь написано, что будет проходить 23-го числа, что будет проходить 24-го числа. Описана программа мероприятий этих двух дней. Зарегистрироваться на конференцию. Пока еще кнопка активна. То есть нажимая на эту кнопку, вы оставляете информацию о себе, сами ли вы едете, свои данные, участвуйте в программе «Посади дерево» или нет. Нужен ли вам трансфер от ЖД вокзала города Минска до «Экотехнопарка», потому что 23-го числа мероприятие будет происходить на территории «Экотехнопарка» в Минской области. И оплата. Оплата, возможно, с текущего либо с бонусного счета. Вы можете приобрести себе, скажем так, билеты не только на себя. Стоимость билета 15 долларов, но и на то количество людей, которые готовы приехать с вами, даже если они не зарегистрированы в компании. Вы можете на них купить билеты для того, чтобы они поприсутствовали два дня на этом мероприятии. Это мероприятие даст им понимание, чем мы занимаемся, что из себя представляют технологии, потому что все два дня на мероприятии будет присутствовать лично Анатолий Дарчуницкий, человек, который, скажем так, из первых уст расскажет, что такое струнные технологии и перспективы развития нашей компании и самих технологий в ближайшее время. Там будут конструкторы, там будут инвесторы из большого количества стран. Вы можете с ними познакомиться, у вас могут проживать в тех странах друзья, знакомые, коллеги по работе, бывшие партнеры по бизнесу и так далее. И благодаря этим людям вы сможете, скажем так, начать строить структуру, потому что в целом ряде городов и стран у нас проходят живые презентации. На эти живые презентации вы можете приглашать своих друзей, знакомых, родственников, которые могут посетить это мероприятие, стать вашими партнерами, ну и так далее, так далее. То есть знать лидеров бизнеса компании Skyway Capital в целом ряде регионов, это полезно. Ну и с ними всегда можно поговорить, договориться. У нас называемый еще бизнес по партнерской программе это бизнес-человеческие взаимоотношения. То есть взаимовыгодное сотрудничество, причем не только, скажем, в почете, сколько денег я заработаю, а поддерживать друг друга даже на больших расстояниях. Итак, коллеги, это раздел события, который вы можете подчеркнуть определенный объем информации. У нас с вами остался раздел банкинга, раздел инвестиций. Да, в принципе, и все. Остальные разделы мы с вами рассмотрели. Извините. Что-то пересыхает горло сейчас. Глотово подозделаю. Так, еще на минутку загляну в конференц-комнату. Скажите, вот то, что я сейчас делаю, видно, слышно? Вот. Точнее, видно, наверное... А, ну да, видно ли картинку. Знаете, Сергей, вы можете оплатить... Вот я вижу вопрос, да? Можно ли оплатить участие в конференции, если пока нет ни текущего, ни бонусного счета? Вы можете очень быстро сделать регистрацию, и у вас сразу же появляется текущий бонусный счет, пополнить кошелек на 15 долларов благодаря тем платежным системам, которые у нас есть, и приобрести себе билеты и зарегистрироваться на конференцию. Это вот такой шаг вы можете сделать. Либо если я вам дал ту-то реферальную ссылку из ваших партнеров, да? Вы можете попросить этого человека, чтобы он вам купил этот билет. Но, опять же, вы можете отдать ему живые деньги, а у него на бонусном счете могут быть 15 долларов. Он за вас это оплачивает, вы отдаете деньги и едите на мероприятие. Вот так можно поступить. Так, я возвращаюсь в личный кабинет. Итак, коллеги, давайте рассмотрим, наверное, раздел инвестиций, ладно? То есть мои сертификаты. Если вы только зарегистрировали, здесь у вас нет ничего, он пустой. Если вы приобретали какие-либо сертификаты, то по этим сертификатам будет полная информация. Когда купили номер сертификата, хочу сделать следующее еще, скажем так, важное замечание. То, что если вы покупаете пакеты в компании Skyway Capital, то на первом этапе вам дается сертификат компании Skyway Capital. А после того, как по окончании месяца эти данные передаются в реестр основного реестродержателя, потому что вы становитесь совладельцем основной технологии, вот что происходит с сертификатом компании Skyway Capital. Он как бы аннулируется, а у вас появляется возможность заказать себе, оплатить доставку и заказать сертификат за 10 долларов уже непосредственно корневой компании за подписью Юницкого и так далее. Это то, что мы говорили когда-то. Что вы, покупая пакеты акций в компании Skyway Capital, становитесь с владельцами технологий и вам может быть выслан документ, в котором написано, что вы владелец этих акций. Мало того, вы можете сертификат не заказывать, чтобы не тратить 10 долларов, а просто нажать на кнопку выписка из реестра, видите здесь, вот у тех людей, которых несли в основной реестр, появляется эта кнопка. Нажать этой кнопки, через несколько секунд происходит скачивание на ваш компьютер, выписки из реестра за подписью Анатолия Дарача Юницкого с печатью, и там написаны все пакеты акций, все сертификаты, информация о которых внесена уже в основной реестр. Мало того, после того, как вы купили пакет акций, вам необходимо сначала подписать договор, видите красным горит, то есть соответственно нужно нажать кнопку подписать договор, вы с ним можете ознакомиться, внизу вы пишете, что вы подписываете его, и нужно подгрузить документы, это скрин паспорта, там где есть фотография и прописки, либо если у вас нет в стране института прописки и регистрации, вы должны сделать крин документа, который показывает, что вы оплачиваете какие-то коммунальные услуги, либо что-то еще, по тому адресу, который указали при оформлении сертификата. Вот таким вот образом. Закачиваете их, подписываете, и соответственно договор у вас подписан, вы потом его подписаны можете себе скачать. Видите, два договора подписано, не вопрос, нажали на кнопку, у вас договор, на пакет акций, который вы приобрели, есть на компьютере. Вот, это раздел «Мои сертификаты». Как я сказал, если вы только зарегистрируетесь, ничего не купили, в нем ничего нет. Инвестировать, да, раздел? То есть, это раздел, в котором вы можете выбрать пакет акций, который хотите купить. У нас есть сегодня несколько, скажем так, акционных пакетов, которые вы можете оплатить сразу, единоразово, да, это вот пакет юбилейный, стоимость которого 1000 долларов, вы получаете ценную монету в подарок и 300 тысяч акций сразу. Если вы в течение следующего месяца еще оплачиваете пакет на 1000 долларов, то вам начислят еще 480 тысяч акций. Если вы в течение следующего месяца еще один, третий пакет купите, да, за 1000 долларов, Вам начислят еще 570 тысяч акций. И суммарно за 3 тысячи долларов вы можете получить 1 миллион 350 тысяч акций. Если вы готовы серьезно инвестировать в наш проект, то вы можете купить пакет акций за 5 тысяч долларов с дисконтом 500, уровень доходности 500. Соответственно, у вас на выходе будет 2,5 миллиона акций за 10 тысяч долларов. Дисконт 550 – это 5,5 миллионов. И за 50 тысяч долларов 30 миллионов акций компании Skyway Capital. Видите, дисконт от 500 до 600. Плюс дополнительно, это возможность высадить именное дерево, эксклюзивное именное дерево, да, и на двух последующих пакетах за 10 и за 50 тысяч точно так же вы получаете ценную юбилейную монету с изображением нулевого километра. Информация о пакетах, которые разово вы можете приобрести, акцион выделена синим цветом, видите, в личном кабинете. Пакет юбилейный выделен желтым. И еще вы можете сразу купить за 250 долларов пакет, в составе которого 32,5 тысячи акций. Далее, у нас есть раздел «Инвестировать в личном кабинете» «Светло-серый-зеленый фонд», который сейчас вы видите, да, это, как мы говорим, стандартный пакет. Чаще всего люди их используют в том случае, когда вы строите партнерскую структуру, и вам начисление на акционный счет, да, на акционном счете может накопиться 15 долларов, 30, 1000 долларов, да, и вы можете с акционного счета себе, например, вот за 1000 долларов с акционного счета, да, купить 200 тысяч акций. То есть вы строите структуру, вам на бонусный счет начисляются деньги, вы их выводите, а на акционном накопилось на 1000 долларов. Взяли и купили 200 тысяч акций. Это подарок, по сути дела. Благодаря своей активной деятельности, компания вам выплачивает вознаграждение на бонусный, на акционный счет, да. Акционный счет – это не живые деньги, которые вы можете куда-то вывезти, кому-то отдать, там передать и так далее, а только потратить на какой-либо из пакетов акций в личном кабинете партнеров. Пока еще, скажем так, деньги начисляются 100% на бонусный, на акционный счет. Через какое-то время это может измениться ситуация. На бонусный будет начисляться как положено, на акционный может подарком уже идти гораздо меньше. Вот здесь стандартные пакеты. Вот 15 долларов стоимость, да, на выходе 795 штук акций. Планируемая цена каждой отдельно взятой акции в 2017 году – 1 доллар. То есть сегодня вы тратите 15, на выходе получаете 795. Сегодня вы тратите 200, на выходе получаете 20 400. Теперь я хотел бы обратить внимание на пакет стоимостью 1000 долларов. Видите, если вы просто купите в стандартном исполнении за живые деньги, так называемый, пакет стоимостью 1000 долларов, в нем 200 тысяч акций. Если вы купите акционный пакет юбилейный, вот здесь нажмете, да, плюсик, поставите цифру 1, оформите как надо этот пакет, у вас будет 300 тысяч акций. Поэтому будьте внимательны, если вы готовы проинвестировать сумму 1000 долларов, вам выгоднее купить пакет вот на этом желтом фоне, плюс вам еще подарят ценную монету, и плюс у вас может появиться возможность в следующем месяце еще 1000 долларов потратить на это, да, и получить уже 480 тысяч акций. То есть все у нас выгодно для наших партнеров, инвесторов, было бы желание у партнеров, инвесторов развиваться. Максимальный пакет в стандартном исполнении стоимостью 150 тысяч долларов имеет уровень доходности 500. Помните, мы говорили, пакет, который стоит 50 тысяч долларов акционный, да, у него уровень доходности 600. И на выходе 30 миллионов акций. То есть это тоже выгодное условие. Далее, на что хотел бы обратить внимание еще, у нас есть пакет акций, который вы можете купить в рассрочку. Вот, их сегодня 7. Минимальный пакет стоит 25 долларов ежемесячно. В течение 10 месяцев, если вы будете оплачивать этот пакет, то на выходе у вас получится 32 с половиной тысячи акций компании Skyway Capital. Есть пакет Senior по 50 долларов в 6 месяцев, есть пакет стабильный 100 долларов на протяжении 10 месяцев. Видите, да, цифры, которые вверху, это то количество акций, которое вы получаете, когда вы заканчиваете оплачивать рассрочку. Рассрочку вы можете погашать быстрее. То есть никто не говорит, что вам нужно выплачивать, скажем так, все 10 месяцев. Но если вы хотите, если вы, скажем так, даже ставите галочку в разделе рассрочка, чтобы с вас автоматом, например, с бонусного счета, вы строите партнерскую структуру, вы знаете, что 100 долларов ежемесячно у вас железно будет на бонусном счете. И чтобы не тратить свои денег из кармана на оплату рассрочки, вы просто ставите галочку, чтобы с вашего бонусного счета ежемесячно списывалось автоматически 100 долларов, и программа это будет делать. По окончании 10 месяцев у вас будет пакет 220 тысяч акций. Далее, следующий пакет. Бизнес 200 долларов ежемесячно на 9 месяцев вы получаете 540 тысяч акций компании Skyway Crypto. И есть пакеты, которые, скажем так, в привязке к акции «Посади дерево». Это за 80 долларов ежемесячно на полгода с дисконтом 250, 120 тысяч акций нашей компании. Это с дисконтом 350, 150 долларов ежемесячной оплаты на 4 месяца. 210 тысяч акций. И если вы 2 месяца подряд готовы платить по 500 долларов, с дисконтом 400, вы можете купить 400 тысяч акций компании Skyway Crypto. Это то, что вы видите в разделе «Инвестировать». Приобрести пакеты просто. То есть вы выбираете то, что вы хотите, либо рассрочку, либо, как я вам говорил, кликайте в разделе вот здесь, в таблице, например, вот пакет за 250, нажимаете «Единичку». Внизу у вас высвечивается под таблицей то, что вы выбрали пакет с дисконтом 130-32,5 тысяч акций стоимостью 250 долларов. Если у вас денег на основном и бонусном счете хватает на эту оплату, вы вписываете то количество денег, которое хотите вписать с основного, из бонусного, либо только с основного, если вы первый пакет покупаете, соответственно, у вас на бонусном пока ничего нет. Вписываете эту сумму и нажимаете внизу кнопочку «Оформить». И у вас быстро оформляется пакетик. Вы можете купить там 2 пакета, 3 пакета. Если вы, например, выбираете пакет с дисконтом, ну, например, у вас есть возможность купить пакет за 250, вот вы ставите единичку, и у вас еще есть какие-то денежные средства небольшие, вы готовы купить пакет за 30. То есть я сейчас поставлю единичку еще за пакет за 30, то пакет, который стоит 30 долларов, его уровень доходности будет не 61, а 130. И внизу мы сейчас можем увидеть, да, то есть какое количество акций у вас будет на выходе. Пожалуйста. Дисконт 130, вы получаете 36 400. Вот. Мы просто сейчас можем сложить интерес. Вот знаете эту информацию, потому что смотрите, здесь у вас 1830, да, вот, и 32 500. То есть если мы 32 500 прибавим 1830, то у нас получится 34 330, да, 34 330. Если бы, скажем так, тот дисконт был. А здесь вы видите написано 36 400. Почему? Потому что пакет стоимостью 30 долларов, который мы выбрали, пересчитался с дисконтом не 61, а на 130. То есть по максимальному дисконту. Если вы, скажем так, выберете пакет с дисконтом тут 200, да, поставите еще плюсик 1000, 1000, которые, ну, таким вот образом, соответственно, все будет считаться с дисконтом 200. То есть у вас будет то количество акций, которое 200 тысяч, здесь будет не 32 500, а, скажем так, это пересчитается с дисконтом 200. И пакет стоимостью 30 долларов тоже с дисконтом 200 пересчитается. Соответственно, будет не 1830, а 6000. И суммарно будет совершенно другая цифра. Видите? 256 тысяч акций. Я сейчас эти единички уберу. Просто если вы с основного счета, там, как я вам говорил, вписываете эту сумму, у вас они есть, например, на основном счете, соответственно, вот что идет оформление пакета акций, который вы выбрали. С рассрочкой все то же самое. Вы выбираете здесь, что вы хотите купить акцию в рассрочку, нажимаете на баннер и выходите на страницу приобретения пакетов акций в рассрочку. Вот. Выбираете тот пакет, который нужно. Кстати, напротив каждого пакета есть такая кнопочка «Подробности». Нажмите ее, пожалуйста, и ознакомьтесь с информацией. Какие действия вы предпринимаете, какие, скажем так, на себя вы влагаете обязанности, что вам нужно будет здесь сделать, и что вы получите. Вот сейчас еще есть дополнительная акция. Если вы выбираете пакет «Старт», пакет «Стабильный», пакет «Бизнес» и пакет «Сеньор», то вы можете получить дополнительное количество акций. Это касаемо тех, кто приобрел себе рассрочку позднее 23 января 2016 года. Для всех, кто позднее купил себе рассрочку и проплачивает деньги, скажем так, по рассрочке, если вы в период до 23 апреля оплатите двойную рассрочку свою, то есть вы выплатите по 25 долларов, а заплатите 50, например. Вот, соответственно, вам дополнительно начислят немного, но 11,5 тысяч акций за вами еще будет дополнительно забронировано помимо 32 500. Либо на любом из этих пакетов, если вы выплачете рассрочку, если вы в период этого времени пригласите трех новых партнеров, которые купили пакеты от 25 долларов стоимостью и дороже, соответственно, вам начислится то количество акций, которое соответствует каждому пакету. Еще раз делаю акцент. Это для пакета «Старт», «Сеньор», «Стабильный» и «Бизнес». Действует акция. Ну, то же самое здесь можно подробнее прочитать о пакетах, которые относятся к акции «Посади дерево». Здесь все написано, какое количество акций вы получаете, какой дисконт там и так далее, и так далее. Это что касаемо приобретения пакетов акций, раздел «Инвестировать». Если у вас есть оформленная рассрочка, то в разделе «Рассрочка» у вас здесь будет, вот я сейчас нажал, отображена табличка, в которой подробно дана информация о том, какая рассрочка вам куплена. Вот видите мои рассрочки. У меня здесь нет рассрочек. А у тех, кто в рассрочку покупал пакет акций, здесь таблица, которая написана, сколько месяцев вы уже оплатили. Там есть дополнительная возможность, как я вам говорю, поставить автоматическое списание с основного, либо с бонусного счета. Вы можете, скажем так, оплачивать быстрее. Там есть возможность оплатить сразу несколько месяцев, например. Если вы платите за два месяца сейчас, то апрель-май у вас там будет отметка выделена, то, что вы это заплатили, и следующий платеж можете делать в июне. Либо вы можете, скажем так, быстрее оплатить всю рассрочку. То есть информация, кстати, о рассрочке, как я вам говорил, она на главной странице отражается и здесь. В разделе, кстати, «Инвестиции» вы сразу можете перейти и купить пакет акций в рассрочку, то есть не заходить полностью в раздел «Инвестировать», а просто нажав кнопку «Рассрочки», вы сразу попадаете на страницу, где можете выбрать пакет, который хотите приобрести в рассрочку. Вот таким вот образом. Если у вас на счетах пусто, и вы выбираете какой-либо из пакетов, то вы можете, скажем так, приобрести себе пакет акций следующим путем. То есть с основного счета с бонусным мы ничего не вписываем, но мы выбрали пакет, любой, либо рассрочка, либо стандартный, и выбираем вот эти платежные системы, которые у нас есть. Либо АКП, либо Свифт, это банковский перевод, PerfectMoney, Kiwi, Яндекс, кошелек, Visa, MasterCard, система, действующая по СНГ и Прибалтике и России, и Visa, MasterCard, весь мир. Есть еще кошелек WebMoney и AdvancedCash. То есть это те платежные системы, благодаря которым вы можете купить сейчас пакеты акций, либо завести деньги на основной счет. В принципе, что я вам рекомендую сделать, наверное, поначалу, если вы первый раз приобретаете акции, сначала пополнить основной счет, а потом с него просто взять и легко оплатить пакеты. Вот. Вот таким вот образом. Это раздел инвестиций. И последний раздел банкинга, на котором мы сейчас с вами остановимся, то есть первый пункт этого раздела – транзакции. Все, что делается в вашем личном кабинете, касаемо денег, отражается в разделе транзакций. Кстати, вы заметили, да, что на целом ряде страниц дублируется информация о состоянии ваших счетов. То есть сколько у вас на акционном счете, сколько на бонусном, на основном и тремя. Последние 10 операций по личному кабинету денежных отражаются на странице транзакций. То есть здесь пишется дата движения денежных средств, куда ушло, откуда пришло, сколько вам начислилось и так далее. Поэтому если вы что-то покупали, да, либо переводили деньги в кабинет партнера, либо что-то еще, вы можете здесь все это увидеть. Далее. Пополнить счет. Вот это вот то, что я говорил, в принципе, самое правильное, что вы можете сделать для начала – это зайти в раздел «Пополнить счет» для того, чтобы купить себе какой-либо из пакетов. Писать сюда сумму в долларах, которые вы хотите ввести, да, в соответствии с теми стоимостью тех пакетов акций, которые вы покупаете. Вот. И нажать кнопку «Пополнить». Я сейчас вот напишу 15 долларов, например, да. Вот. Нажимаю кнопку «Пополнить». Мне сразу предлагают те платежные системы, благодаря которым я могу сделать эту операцию. Кукпей, Перфект, Яндекс, Виза, Мастеркарты, Дванс Кэш, Киеви, Юпмани и Свифт. То есть вы нажимаете то, чем хотите воспользоваться. Здесь написано «Комиссия минимальная», которая будет с той суммой, которую вы указали. Я сейчас этого делать не буду, да, вот. Даже вытру сейчас эту сумму, но система сделала следующее. То есть у нас есть раздел «Выставленный счет» в банкинге. Я сейчас его нажму, и вы увидите, что у меня в разделе «Неоплаченных счетов» появился новый счет на 15 долларов. Вот он, выставленный один, сумма 15. Я могу сделать теперь следующее. Раз уж я как бы заказал эту оплату, я либо могу нажать кнопку «Оплатить» сегодня, либо через два дня, например, потому что это держится какое-то время. Когда я буду оплачивать, я снова буду выбирать те платежные системы, благодаря которым я буду пополнять этот счет. Либо я могу отменить. Так как я вам просто продемонстрировал данную возможность, я нажимаю кнопку «Отменить», высвечивается баннер, который говорит, что действительно ли я хочу отменить. Я говорю «Да». Нажимаю «Окей», прогрузился сайт и смотрите. Выставлены в счетах, теперь ноль неоплаченные. Есть подтвержденные те, что которые когда-то были оплачены, вы всегда можете нажать и посмотреть, когда какого числа, на какую сумму вы что приобретали в личном кабинете. Далее. Пополнить счет транзакции, выставленные счета. Теперь мы, наверное, с вами рассмотрим перевод средств. То есть эта ситуация такая, я всегда привожу следующий пример. Вокруг вас могут быть люди, которые очень туго соображают в интернете, у них дома нет компьютера, они никогда не нажимали кнопки, им страшно. Но они хотят стать инвесторами. Вы им рассказали так красиво, что они стоят рядом с вами с деньгами, говорят «Все, хорошо, регистрируй меня, вот тебе деньги, давай, они говорят, как-нибудь заводи их в личный кабинет». Вы знаете, что у вас в личном кабинете есть сумма, достаточно для того, чтобы оплатить человеку тот пакет акций, который он выбрал. Вы берете деньги, а здесь вписываете сумму с основного, либо с бонусного, либо из того, из другого, счета, который хотите перевести ему в личный кабинет. Если вы человека зарегистрировали, то у вас есть его электронный адрес. Вы вписываете электронный адрес, нажимаете «Найти получателя», система проверяет, ага, есть такой человек в системе. Вам приходит письмо с подтверждающим кодом на электронный адрес и на телефон одновременно, и вам нужно подтвердить осуществление перевода денежных средств из своего личного кабинета в кабинет вашего партнера. Ему деньги упадут на основной счет. Единственное движение с него, с основного счета, если он не будет покупать акции, это кому-то другому он может передать, с основного счета на основной. Вывести он их уже потом не сможет. Но функция эта есть, она удобная, вы можете ее использовать. Далее, у нас осталось два пункта нерассмотренных. Запрос на вывод и настройки. Запрос на вывод. Вы не выведите денег, если не зайдете в раздел настройки. Заходя в раздел настройки, вам необходимо добавить платежные реквизиты, на которые в дальнейшем вы планируете вводить денежные средства. У меня здесь, видите, есть Яндекс.Мани и Киви кошелек. У нас предлагается несколько систем. Вы можете вводить деньги на систему Visa MasterCard, вы можете вводить на WebMoney, на OkPay и Advanced Cash долларовый и рублевый. Вот то, что у нас сегодня доступно. Если у вас есть кошельки, в перечисленных системах, если нет ни одного, значит, вам нужно будет создать кошелек. На Киви будь, то на Яндексе и так далее. Почитайте об этом, как это сделать. Это очень просто. Есть ролики в интернете, на YouTube огромное количество, как открыть себе кошелек в какой-либо платежной системе. Когда вы выбрали кошелек, который вам необходимо, вписываете данные, которые нужно вписать, потом нажимаете Ok. И у вас появляется здесь то количество кошельков, которые вы посчитаете нужным себе вписать в личном кабинете, на который в дальнейшем планируете вводить деньги. И когда у вас это уже проделано, то вы заходите в раздел «Запрос на вывод». Нажимаете на эту кнопку. Опять же, видите, дублируется информация о счетах. И здесь пишите, куда, то есть на какую платежную систему. У меня их две, либо Яндекс, либо Киви. И какую сумму вы хотите вывести. Условия, вы помните, не менее 30 долларов должно быть на бонусном счете, чтобы эти деньги вывести. Пишите ту сумму, которую хотите вывести, указываете кошелек, нажимаете «Вывести». И здесь высвечивается заявка, что заявка в обработке. Когда она будет обработана, деньги будут выведены, здесь будет написано «Совершен вывод», как вот здесь видите, та информация, которая у меня здесь есть. По большому счету, это то, наверное, о чем я хотел сказать. Единственное, добавить я хочу следующее, что в личном кабинете у нас появилось, я не могу здесь показать, у меня как бы рассрочки нет. Если вы покупаете рассрочку, и у вас, кстати, новость об этом есть в личном кабинете. Новости. И в разделенной рассрочке есть значок «И» с точкой. Здесь в новостях вы сможете эту информацию прочитать сами. Можем подгрузить ее сейчас. То есть, если вы выполнили условия, помните ту акцию, что там говорил, сами оплатили двойную рассрочку, либо пригласили трех человек, которые купили в течение указанного времени не менее трех пакетов, три новых человека, точнее, которые каждый купил на сумму не менее 25 долларов, то у вас эта буква «И», которая появляется в разделе личного кабинета, в разделе «Мои рассрочки», она станет зеленым цветом. Если условие не выполнено, она серая. Если условие выполнено, эта кнопочка становится зеленой. Соответственно, вы понимаете, что вам будут начислены дополнительные акции. Вот как бы одна из новостей свежих, что касается личного кабинета. Так, я возвращаюсь в конференц-комнату, останавливаю трансляцию рабочего стола, ну и хочу сказать следующее. Есть ли какие-то вопросы ко мне сейчас? Какую платежную систему предпочесть? Сергей, да, вот тут ответила вам Светлана, если вы живете в России и у вас есть Kiwi-кошелек, а если он еще и верифицирован, потому что, например, в Kiwi-кошельке за раз вы можете перевести не более 15 тысяч рублей. Сверифицировано счета там до 60, а если, скажем так, полностью прошли верификацию, то там вплоть до 300 тысяч рублей, как и на Яндексе, кстати, в том числе, вы можете переводить денежные средства. Kiwi-кошелек по России бесплатен. Вы просто пополняете эту железяку, либо с карты сбрасываете. В Белоруссии у нас по-разному люди платят. Есть те, которые находят родственников, друзей здесь в Москве, каким-то образом переводят им денежные средства, они с Kiwi-кошелька им заводят в личный кабинет. Есть те, кто использует банковские переводы, Visa, MasterCard. То есть в Белоруссии вот таким вот образом. Потому что я знаю, что вот WebMoney, Perfecto, там ничего, довольно сложно. Хотя я знаю, в Белоруссии есть большое количество людей, которые легко пользуются PerfectMoney. Вот у нас-то платежная система есть. Есть те, кто пользуется WebMoney, научились заводить деньги в эту систему. И вы ее можете использовать. Смотрите, Светлана, если вы имеете программу в РСВ, можете ли вы купить пакет в Skyway Capital на ту же почту телефон? Смотрите, одно время у нас была процедура подтверждения аккаунта, сейчас она уже невозможна. Соответственно, указав ту же почту и указав тот же телефон, вы можете зарегистрировать себе аккаунт в Skyway Capital и купить себе пакеты акций. Сейчас взаимосвязь между этим потеряна. То есть мы перестали держать виртуальную базу РСВ. Потому что когда-то людям была возможность со своей квалификацией, со своей структурой просто восстановиться в структуре Skyway Capital и была рабочеспособна уже структура сразу. Ну и больше вопросов в принципе. Что касаемо с какой суммы инвестиций начать, Сергей? С той суммы, которая вам комфортна, которая вам не пережмет горло, не пережмет пищевод, не лишит ваших родственников, скажем так, того, что у них есть каждый день. Поэтому подходите к этому, скажем так, не с точки зрения, что отдай все, что у меня есть, а потом полгода голодай. Вот вам комфортно заплатить, например, 200 долларов, значит купите на 200. Комфортно 1000, и вы понимаете, что вы не останетесь голодным и не будете на улице где-то жить. Пожалуйста, платите 1000, потому что там, соответственно, большее количество акций, больше дисконт, большее количество денег на выходе. То есть у нас инвестор может быть человек абсолютно любого социального уровня, то есть социального положения, будь то пенсионер, будь то студент, будь то, скажем так, тот, кто только пришел с армией, еще не работает, потому что минимальная сумма инвестиций 15 долларов. Но вы понимаете, что 15 долларов, в принципе, на выходе 795 акций, и даже если, скажем так, эти акции будут принимать участие в распределении дивидендов, они будут крайне малы. Вот если у вас, скажем так, к моменту распределения дивидендов от прибыли компании будет как минимум там 500 тысяч акций, миллиончик, это уже какие-то деньги. А если их будет 10 миллионов, например, на тот момент, это приличные деньги. Потому что 15% от прибыли, которые будут идти с адресных проектов, будут распределяться между теми, кто сегодня стал инвестором в наш проект. Когда-то возможность стать инвестором и принять участие, скажем так, в нашем проекте, владеть самой технологией, будет прекращена эта возможность. Сегодня пока она еще открыта. Поэтому вы можете успеть, и люди, которые есть вокруг вас, могут еще успеть. Ссылка в буфер копируется легко. Вот смотрите, я вам сейчас просто показываю. Еще раз нажимаю начать трансляцию. Когда вы заходите в раздел реферальных ссылок, в личном кабинете. Так, инструменты партнера, реферальные ссылки. У вас есть два пути. Первый из них, вы можете просто дедовским способом выделить эту ссылку. Вот. Например, да? Подвести правую кнопку мыши, нажать правую кнопку и нажать кнопку копировать. То есть. Но у нас здесь проще. Напротив этой ссылки, вот, есть кнопочка скопировать в буфер. Если я все нажму, у меня высвечивается. Ссылка в буфер скопирована. Я сейчас могу зайти в Skype кому-то отправить сообщение. Письмо, да? В текст. Тело письма электронной почте вставлю сейчас, эта ссылка там будет вставлена. Поэтому неправда то, что у нас ссылка не копируется. Все копируется. С налогами. Вот, Виктор, когда вы выбираете, принимаете решение сотрудничать с нами по партнерской программе, вы подписываете соглашение, да? И там прописано, что, скажем так, налоги из тех денег, которые вы будете получать от нас, вы будете по этим деньгам отчитываться перед налоговой службой вашей страны. То есть вы на себя это возможность берете ответственность. Кто-то этого не делает, кто-то делает, да? Заработанные 100 долларов в месяц, ну, оно как бы так... Вообще, налоги надо платить. Вот, но мы вас не можем заставить заплатить. Василий, а зачем вам копировать ссылку этого вебинара? Для чего? Нет, Сергей, если вы будете клиентом просто, зарегистрированным, и не подпишите агентское соглашение, вам негде будет взять реферальную ссылку, по вашей информации никто не зарегистрируется. Поэтому вам нужно стать партнером. Вот. Если вы просто зарегистрировались в личном кабинете, вам нечего дать вашему потенциальному партнеру, у вас реферальных ссылок нет, они недоступны. А когда вы заключаете это агентское соглашение, после этого у вас начинают быть доступны реферальные ссылки, по которым может зарегистрироваться приведенный вами человек, и тогда вы получите положенный вам процент. Другого пути нет. Информацию по партнерской программе вы можете получить на нашем вебинаре в пятницу, например. В 13 часов приходите, мы расскажем, откуда какие проценты, что вы плачете. В личный кабинет зайдите в раздел инструменты партнера и там есть партнерская программа. Почитайте. Не поймете, приходите на вебинар. Просто приходите на вебинар, даже если поймете. Людей приглашайте. Для чего вы ее дали, чтобы пользоваться? А как? Василий, я не понял, я не давал ссылку на вебинары, я вам дал ссылку на записи вебинаров, ютюбовскую. Ее даже копировать не надо. Если вы сейчас в тексте нашего вебинара просто по ней нажмете, вы перейдете на страницу записи вебинаров компании Skyway Capital. я не с целью вам дал какой-то реферальной ссылки, нет. Это просто я вот сейчас нажал, даже сидя с вами, и у меня загрузилась страница, на которой называется Skyway Webinars. И там большое количество записей вебинаров по разной тематике. Вот таким вот образом. Та ссылка, что я дал, она не ведет на регистрацию, она ведет на просмотр мероприятия. Итак, коллеги, если больше нет каких-то вопросов, спасибо, что были сегодня с нами. К сожалению, на данный вебинар не так много людей приходит, да? Огромное количество людей ежедневно звонят нам сюда в компанию и задают вопросы нашим менеджерам. А как мне это сделать? Как мне вот это сделать? Как мне вот то? Я вот это не могу? И так далее, и так далее. Тем самым отрывают время, и вместо того, чтобы, скажем так, наши менеджеры просто рассказывали информацию новым потенциальным партнерам, которые интересуются нашим проектом, они тратят огромное количество времени на то, чтобы вам рассказать, какую кнопку вам где нажать, и так далее. А все намного проще. Есть записи вебинаров, и есть живые вебинары. Приходите, смотрите, учитесь. Ну и не отнимайте время у тех, кто может принести гораздо больше пользу, если будет заниматься своими обязанностями. Спасибо за внимание, коллеги. Всем хорошего вечера, и до новых встреч на наших вебинарах. Завтра у нас 18 часов презентация, поэтому, если у вас есть какое-то количество новичков, которые хотели бы об этом проекте узнать, приглашайте. На 6 вечера по Москве. Да, ссылку правильно Светлана написала. Если вы хотите взять ссылку на регистрацию, возьмите ссылку у того человека, который вас пригласил на данное мероприятие, поделился информацией. Это будет правильно, справедливо, но это будет по-человечески. Вот так вот. Итак, Так.